6 февраля 2021 года шиншамадбаху Дан Тавана Гас в Амахарадж. Утренний класс Мaları по Schluchranich «Черятамрити» Прежде всего я предлагаю свои поклоны своем группад Падма Ницелию привычную önщену Падаштроша от шиншаматбаху Дан Тавана Гас в Амахараджу Ницелью привычную önщену Падаштра о шиншаматбаху Дан Шелнаране Гас в Амахараджу тоже не троп representative А что-то еще очищем от Бхагдинати Шилисвай Махараджа, предлагая своим Дэндават Пранамы. Итак, Ширичитани Чаритамрита Мадьялила. Сейчас, секундочку, пока нет перевода. Продолжение следует... Итак, Ширичитани Махапрабху принял умовение в реке Агадаваре и встретился с Рай Раманандой. И в предыдущей Харикадхе мы уже слышали, как Махапрабху обнял Рай Рамананды. И при этом у них проявилась только Бхава. И Махапрабху он сдержал свои Бхавы, потому что там присутствовали Махапрабху, физические праманы, Кармаканди и Витя Махапрабху таки, они подумали, почему Саньяся обнимает шудру. И Рай Рамананда, он был таким умиротворетным, спокойным. И также, почему Рай Рамананда был таким разумным, он заплакал, обнимая Саньяси. Итак, мы вчера слушали об этом, и оба они проявили столько смирения. И Махапрабху сказал, ой, Рай Рамананда, ты у там Бхагавата. И я уже слышал о твоей славе от Сарвабама Бодачария. и я уже слышал о твоей славе от Сарвабаха. И я уже слышу о твоей славе от Сарвабаха. Тунар마, ты у меня не спал, и я уже слышу. а Рай Рамнады смиренно сказал про Бога, когда ты пришел сюда, дать мне свой даршин. Мое сердце не очистилось, только лишь увидев тебя. Мое сердце очистится, когда я послушаю Хари Катху от тебя. Несмотря на то, что в шастрах объясняется, если мы видим Вашнава, то все наши грехи и вся грязь, чистота, которая есть в нашем сердце, уходит, когда мы видим Вашнава. Каковы качества Вашнава? Только лишь увидев его, мы очищаемся. И он говорит, мое сердце подобно камню, поэтому его невозможно очистить, только лишь увидев тебя. Необходимо слушать. Катху от тебя. Катху от тебя. а 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 очень жаждали встретиться друг с другом и на самом деле это жажда сделала так что они встретились что такое утканта это если ваше желание очень сильное поэтому вначале вы должны подумать об этом в своем уме и после размышлений то есть после размышлений ваше сердце наполняется уткантой очень сильной жаждой а а это не обычное живое существо а махатрабуде сам господь своем бхагаван и так встреча бхакты бхагавана господа его преданных когда это происходит когда вы преданное которое происходит когда в преданном У преданного возникает очень много жажды, он размышляет о Господе, затем Бхагаван не может, когда преданный уже не может терпеть, тогда Бхагаван дает даршин своему преданному. И также в этот момент Йога Майя кое-что устраивает. Что? Сандия означает, когда приходит определенный момент для встречи. Например, здесь существует три сандия, как, например, мы принимаем омовение и читаем гай-три мантры три раза в день. Это называется сандия. Принимаем омовение и воспеваем гай-три. То есть это происходит три раза в день. И только лишь воспевание гай-три мантры также может называться сандия. Итак, и это то, что происходит каждый день. Например, мыться, принимать омовение и в соответствии с правилами воспевать гай-три мантры. И после этого Читанина Махапрабу и Рариманда отправились в уединенное место и сели вместе. И где же они встретились? В каком месте они встретились? Они встретились в доме ведического Вашнама Брамана. То есть в доме Брамана, который следует всем правилам Байдика Брамана. Они вначале встретились на берегу Гадавари, но также в доме того Брамана. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, это было прекрасное место на берегу реки Гадавари. И дом того Брамана находился очень близко от Гадавари. Махапрабу сказали... 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 Махапрабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Итак, вы должны следовать правилам шастра. Итак, те, кто следует Виде Марго, правилам предписания вед, постепенно, постепенно слушая Враджа Матхурия Катху, сладостных Враджа Раси Касаду, то у вас в сердце проявится жажда. И так постепенно вы сможете вступить на путь Рага Марга, пути спонтанной любви к Господу, потому что Рага Марга также зовется Лоба Май, это путь жажды. Если вы видите что-то и слышите чем-то, и у вас возникает жажда. Если, например, вы видите прекрасное манго, у вас появляется желание скушать это манго. Ну, если у вас появилась эта жажда, если у вас есть деньги, вы можете пойти и купить это манго. То есть, не нужно воровать его, у вас должны быть деньги, что это значит. То есть, кушать манго – это цель. И, увидев манго, у вас появляется жажда, лобха. И когда к вам приходит жажда, вы пытаетесь на эти деньги, чтобы купить это манго. Так это или нет? Таким же образом, если у кого-то появляется жажда, слушая Враджи Кадхо, но жажда недостаточно, вы должны совершать заданно процесс, посредством которого вы можете обрести то, чего желаете. Без заданно вы не можете обрести садью цель. Поэтому Шилобиша Чакаратитакур приводит пример. Например, у кого-то есть жажда пить молоко. Но вы должны купить корову. Вы должны заботиться о ней. Каждый день кормить ее. И тогда эта корова будет вам давать молоко. Так это или нет? Таким же образом, несмотря на то, что у вас есть жажда, вы не можете обрести свою цель. Вам все равно нужно совершать садану, практику. Что такое садья васту? Что такое цель? Это Кришна Прима. Дарма, Арта, Кама и Мокша. Вот это не совершенная цель живого существа. Какая высочайшая цель живого существа? Что означает высочайшая цель для живого существа? Это Кришна Прима. Потому что Дарма, Карма и Артха – это Тривагья. То есть Дарма – религиозность, экономическое развитие Артха и чувственное удовольствие, Кама. Это три цели обычные, но они не вечные. Дарма не вечна. Мокша – освобождение – это также не высочайшая цель для живого существа. Поэтому наши ачарьи объясняют, те, кто хочет обрести мукти, войти в Браман – это, на самом деле, некий вид наказания. Например, человек что-то сделал, дурное что-то. Например, есть животное, которое беспокоится. Как его успокоить? Необходимо его побить. И тогда животное успокоится. Если вы не побьете его, тогда им невозможно управлять. Поэтому иногда необходимо побить животное, чтобы оно успокоилось. Итак, Дарма Арта Кама и Мокша. На самом деле, это не является курушардой высочайшей цели. И вы не можете в них обрести высочайшее счастье. Это называется временное счастье. Таткалик сука. Например, если у вас много денег, вы не будете счастливы, потому что деньги не приносят счастья. Посмотрите, если бы деньги принесли, тогда что случилось с Раваном? И у него было так много денег. И он столько всего дурного совершал, несмотря на то, что у него было столько денег. И он похищал жен, чужих жен. Иногда деньги ведут человека по неправильному пути. Например, у человека, если много денег, он оскверняется. У него столько вожделения и гнева возникает. И у него очень много жажды к славе и почестям. И на самом деле это ведет в ад. Вот почему, если вы хотите совершать бхагават бхаджан, вы должны быть анишкинчаной и акинчаной. То есть вы должны совершать бхаджан. Как в бхагават приводится эта история на лакувер и манигривы? У Дану Кувера было два сына, на лакувер и манигривы. И они были полностью опьянены богатством, которым обладал их отец. И поэтому они стали оскорблять и выражать неуважение на радариши. Вы знаете предысторию этой харикатхи? Вы знаете историю на лакувер и манигривы? Расскажи. Итак, у Дану Кувера было два сына, на лакувер и манигривы. Почему у Дану Кувера было столько денег? Потому что он получил их от Шиваджи. В Буранах приводится одна история, что Дану Куверу в предыдущей жизни поклонялся Шиваджи. И по милости Шиваджи он обрел столько денег. Существует история, где описывается, что он был вором. Кто? Кувер. В предыдущей жизни он был вором. И он воровал и воровал. А, точнее, он ходил, ходил тут и там и не мог найти, у кого бы украсть денег. И это был день Шива Чатурдаше. И в тот день он не мог достать никаких денег. В день Шива Чатурдаше люди предлагают водичку Шиве и подвешивают горшок над Божеством Шивой, над Шива Рингалом. И водичка капает на Господа Шиву. И было уже поздно, и все вышли из храма. И Кувер, который был вором в прошлой жизни, он пришел, вошел в этот храм и увидел, что под потолком подвешен горшочек из металла. Он подумал, ну хотя бы я этот горшок заберу. Но он был очень высоко подвешен. И он ногой наступил на Шиву, чтобы достать этот горшок. И тут Шива Чатурдаше проявился и сказал, проси благословения. Сегодня Шива Чатурдаше все мне предлагают воду Ганги и листья белые. Но никто не предложил всего себя Шива Чатурдаше. Очень милостиво, как он увидел эту ситуацию. Он увидел то, что этот вор, он всего себя предложил ему, став на него. И он попросил благословения. И в итоге этот человек стоит казначей райских планет. И у него было два сына, Налакувера и Манегрива. И они были полностью опьянены богатством. И они не следовали никаким правилам. Они полностью были охмелены богатством своего отца. Они были очень красивыми. То есть, оба сына Кувера были очень красивыми. У них было очень много знаний. Они родились в возвышенной семье. У них было хорошее растение. И поэтому шастра в Абрице, если у вас есть четыре вещи, то вы не можете совершать баджан Господу. Итак, первое, если вы родились в возвышенной семье, аристократической семье. И также, если у вас есть деньги, или если вы очень красивые, или если у вас слишком много знаний. Если у вас есть четыре этих качества, то вам очень тяжело будет совершать баджан. И они начали неправильно использовать те деньги, которых в них были. И тратить их на распутных женщин. И однажды эти два брата, Нару Кувера и Мани Гривы, они были опьянены своим богатством. И с проститутками они играли в водах одного пруда. И туда пришел Нару Кувера и Мани Гривы. И женщины, увидев Нару Кувера, они тоже попытались одеться и стали прятаться за деревьями на Лакувера и Мани Гривы. Они были охмелены своим положением, богатством. И они стали кричать на Нару Кувера. А они начали кричать этим проституткам, «Эй, куда это вы там ушли? А ну-ка вы быстро возвращайтесь!» И также они стали оскорблять Нару Кувера. И Нару Кувера проклялась их, «Вы должны стать деревьями!» И когда они поняли, что произошло, они бросились к стопам Нару Кувера и начали молить его прощение. Но Нару Кувера сказал, «Не беспокойтесь, Кришна придет в Двапарайогу». И он освободит вас. Итак, Шукатава Госвами рассказал эту историю в контексте Дамбанда Налия, когда Мамайшода привязала Кришну к ступе. И благодаря тому, что Он был привязан к ступе, Кришна был привязан к ступе, Он освободил эти два дерева. Итак, если у вас просто есть знания Писания, вы не можете достичь Господа. И чтобы достичь Господа, необходимо отследовать Бхакти. Какова природа души? Итак, Кришна према, на самом деле Сварупа Анубандали Врити, спонтанная природа живого существа, это служить Господу. Сварупа Анубандали Врити. Сварупа Анубандали Врити. Джива обладает этим. Какова же Сварупа природа души? Дживира Сварупахой Кришна Нитя Дас. Итак, мы вечные слуги Господа Кришны. И нашей вечной природой является служение Ему. А те же Дживы, которые не служат Кришны, то есть, спонтанная природа не проявляет в своих сердцах. Итак, посредством служения Джива проявляет свою Сварупу. То есть, природа души есть два вида служения. Есть Вапуси Сева, есть Ваня Сева. Сила Бхакти Сиданг Сирасвадипа Бхопат Описывает особую славу Ванне Сева. Что я сказал? Ваня Сева. И это называется также Брихат Нари Данга Сева. Итак, Сева это Парамадхарма. Высочайшая Дхарма. Никто не видел, когда Парамгородефан воспевал святы имена и совершал свою практику. Но он был всегда погружен в служение Прабхупаде. Итак, Сварупа Гатта Дхарма, то есть, спонтанная природа Дживы, это служение Бхагавану. Итак, Сварупа Анубанды Врити, то есть, спонтанная природа Души. Итак, Кришна Сукаика Татпарья Кришна Сева. То есть, Души в Духовном мире всегда думают, как служить Кришне и служить Ему в различных расах. И они размышляют всегда только лишь о том, как же доставить удовольствие Кришне и сделать его счастливым. Посмотрите, верховное положение гопи в этом плане. Гопи, что бы они ни делали, они все это делают для счастья Кришны. Иногда гопи гневаются на Кришну. Почему? Только лишь для его счастья. Какой-то другой причины. Какой-то другой причины. Кришна говорит, гопи так сильно рукается. Они рукают меня, и я очень счастлив. Я не так счастлив, когда меня прославляют гимнами из вед. Но почему же гопи так ругают меня? Потому что они очень любят меня. Потому что если у вас есть према, если кто-то любит вас, что бы человек ни делал, вам это будет нравиться. Так это или нет? Даже если человек зовет вас по имени, вам это очень нравится. Даже если он ругает вас, это вам тоже будет очень нравиться. И поэтому гопи называют Кришну. Ты распутник, вор и так далее. Никакие другие преданные никогда не называют так Кришну. Но гопи, они именно так обращаются к Кришне, ругают его. Почему? Потому что гопи – это высочайшие преданные Кришне. И для счастья Кришне гопи сделают все. Но все, что делают гопи – это только лишь для счастья Кришна. И поэтому в последней шлоке в гопи-гейте говорится, гопи думают о стопах Кришны и хотят поместить их себе на грудь. То есть они думают только лишь о счастье Кришне, не о собственном счастье. Итак, здесь приводится Сиданта. Итак, Кришна – это Севья, объект служения. Поклоняем Божеству тот, кому служит. Аджива – это Севака, слуга. Итак, долгом Севака совершать служение. И благодаря этому служению проявится сам Бандагьяна, знание в взаимоотношениях. Приводится один пример. Например, Хануман. Чтобы понять очень ясно Хануман, он всегда как думает о себе. Я – Севака. Я – слуга. Кинкар. Слуга Господа Рама. Что значит слуга? Кинкар. Ага. Кинкарами. Что же мне сделать? Как мне послужить Ему? Как мне послужить Господу? Кинкара означает, как мне послужить? Итак, день и ночь он погружен в служении Господу Рамы. И все равно он не удовлетворен. Он хочет служить все больше и больше. Итак, совретьте, придет к нам, когда у нас появится сам Бандагьяна, знание в взаимоотношениях. И чем больше у вас проявляется знание в взаимоотношениях, тем больше вы слушаете Харикадхи, то больше у вас появляется желание служить. И вы всегда размышляете о счастье Иштадева. Итак, Хануман, он кинкарая слуга, потому что он всегда думает о себе, что же мне еще поделать, что же мне сделать, как мне послужить. И такова особенность Хануманджи. И когда проявляется сам Бандагьяна, когда проявляется сам Бандагьяна, и тут же проявляется према. То есть это естественная природа души. Служить Господу – это естественное положение души. И благодаря этому служению проявляется сам Бандагьяна. И затем, когда проявляется сам Бандагьяна, то у человека проявляется желание служить. Жажда. Себа создает взаимоотношение с Себе и Васто. Спокойное Божество, но когда проявляется это сам Бандагьяна, только лишь тогда вы можете служить в Себе и Васто. И в мукте без личного беспочтения нет, в Себе и Врите. Поэтому необходимо оставить мукти и обрести Бхагават према. А Двайдавати, они хотят мукти освобождения. Но что же это? На самом деле, что такое мукти? Существует множество обозначений мукти. То есть, например, достичь лотосных слов Господа вечно называется мукти. Также, если вы оставите все и погрузитесь в служение Господу, со своей свободой, то также мукти освобождения. Чтобы оставить счастье без личного освобождения и достичь у Господа, также является освобождение. На самом деле, кто дает мукти? Это Бхагаван Макунда. И поэтому одно из имен Крична Макунда. Тот, кто дарует мукти. Макунда означает, что это тот, у кого прекрасное личико, подобное цветку кунда. Макунда. 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 Teint, после празднички. Тот, когда проявляется Санбандакьяна, то только лишь тогда вы можете на самом деле служить своему ж dazu. Макунда. и жены до свадьбы, какие у них отношения? Никаких отношений. Но если Брахман провел церемонию свадьбы, и тогда он устанавливает эти отношения между мужем и женой. Асамбанда в служении, это когда, а, то есть, извиняюсь, асамбанда начинается, когда начинается Савврити, то есть, когда они начинают служить друг другу, ой, это мой муж, это моя жена, так начинают развиваться их отношения друг с другом, понимаете? Чтобы достичь отношений с Господом, вы должны жениться на ком? Выйти замуж. За кого? За Бхагавана. Груда, what means this? What does it mean? Если вы оставите свои мирские концепты, то вы поймете, например, без свадьбы невозможно достичь самодогения, когда у вас появляется это мой муж, моя жена. Как, например, Рукмини с Сатибама, они развили эти отношения. И плод служения, достижения премы. Но Гопи, у них трансцендентная Паракия Бхава, и понять это необычайно сложно. Рукмини с Сатибама, они вышли замуж за Кришну, исследуя всем правилам, предписаниям Писаний. И после этого у них началась тенденция служить друг другу. И плодом этого служения развилась Кришна према. Они достигли према. Но в этом материальном мире что происходит? После свадьбы чего все хотят? Почему люди женятся, уходят замуж? Чтобы завести детей. Но после того, как появляются дети, в этом мире вы чувствуете несчастье на самом деле, когда появляются дети. Так это или нет? Чувствуете вы счастье или нет? Ну да, немножко счастья есть. Я не говорю, что там совсем счастья нет. Я не говорю, что в семейной жизни совсем нет счастья, но оно очень такое, незначительное. На самом деле, просто люди удовлетворяют свои чувства, наслаждаются немножко. И вот это счастье, оно такое, совершенно незначительное. Например, человек, он рубит гору, породу и потом находит мышину нору, мышку внутри этой горы. Например, человек, он так сильно жаждует столько аскеоз и немножко освобождение, немножко удовлетворение получает. Но, принц, ты должен жить долго. Ну, то есть, есть такие вот фразы. Риши Путра, о, сын Риши, ты должен жить, но не умереть. Много дней назад я это обсуждал. Итак, сын Царя, ты должен жить долго. Почему? Ты в предыдущей жизни совершил много пони, благочестия, благочестного деятельности, и теперь ты родился как принц. А сын Риши, мудреца, не умирай и не живи. Что это значит? О, Риши, ты совершаешь такие суровые аскезы, и когда твои аскезы закончатся, ты получишь счастье. А последнее что? О, охотник, ты такой, ты такой жестокий, не живи и не умирай. Потому что жизнь, что смерть для тебя одно и то же. Такая жестокая жизнь. Но эти примеры не для преданных, это только для мирских людей примеры. Но преданные, жив он или после смерти, он всегда счастлив. Понимаете? Если вы станете преданным, у вас всегда будет хорошая еда. Святые, просто сидя на том месте, они получают все, что обычный человек получает тяжелым трудом. Это так просто. Просто садитесь с книжечкой, даже книги нет. Просто возьмите в руки что-то помалу, четкий вы увидите результат. Так это и нет. О, Макарадж, как нам послужить тебе? Вот так холодно. Давайте я вам дам свитерок. Да у меня уже есть свитер. Нет, все равно еще один восьмите. Почему так происходит? Потому что люди хотят служить святым. Человек, он не может поддерживать свою семью. У него нет денег, ничего нет. Но саду вообще ничего не делают. И они не хотят получать эти подарки от всех, но все все равно им вручают. Так почему же люди не хотят становиться саду святыми? У некоторых людей есть зависть. Они думают, о, почему ты у саду столько денег? Как такое возможно? Почему этот саду так вкусно кушает? Такое ощущение, что он наслаждается. Почему этот саду столько кушает вкусной еды? То есть, ну, обычные люди, они так могут думать. И ответ на этот вопрос Шила Прабхупада привел. Например, если в доме царя есть слуга, и этот слуга он тоже будет получать ту же еду, что его получает его хозяин, так это или нет? То есть, хороший еду. А человек, видя это, будет завидовать. В доме царя каждый день прекрасный пир, и царь оставляет остатки своей трапези своим слугам. Так это или нет, да? И для кого-то очень тяжело найти такую еду. Но если вы будете слугой у богатого человека или, например, у царя во дворце, то вы тоже будете кушать такую же хорошую еду, вкусную еду. И кто высочайший царь, кто управляющий Кришна, если вы будете служить Ему, то вы будете получать ту же еду. Итак, Господь – это царь всех всей Вселенной. Он наслаждается, конечно, преданное не предлагает Ему вкусную еду, потому что Он Господь. И видя это, завистливые люди думают, ой, у нас такой еды вкусной нет в доме. Да, конечно, приходи к нам в храм, оставляй все, приходи к нам и живи во дворце Господа. Ну хорошо, если мы придем муж и жена вместе, что это значит? Вы хотите счастья в материальном мире, живя в семье, но и в то же время вы хотите премию. Нет, оставьте всемирскую. Такова разница между грехастками и мандиром. Многие люди не понимают эту разницу. Те, у кого меньше, небольшой разум, они не понимают этого. На самом деле мандир и грехастка, дом в грехастке – это одно и то же. Просто в мандире нет жены, женщины нет. Все то же самое там присутствует. Но нет жены. Сколько у вас коров есть? У святых у них тоже есть коровы? Да, у вас есть коровы. Нет? Ну, у святых у них бывают коровы? Возможно, у вас есть машина, а у святых тоже может быть машина. Возможно, у вас нет машины. У святого она есть. Почему? Потому что святой использует эту машину в служении Господу. Как Шила Бхтистана Сарасвати Прабхупата сказал, «Если бы у меня были деньги, я бы купил самолет, и на нем я бы очень быстро перемещался по всему миру, чтобы проповедовать послание Господа». Итак, святой, все, что у него есть, он использует это в служении Господу, но все, что есть у вас, вы используете для собственного наслаждения. Вот в этом и заключается разница. Давайте продолжим катхон. Итак, начинаем. С этого момента Рерманада начал говорить. Если вы будете следовать Ваш нашего Дхарме, то Вишну будет удовлетворен. Сейчас уже 8.30 утра, и завтра мы продолжим. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, каков долг Дживы служить Вишну? Поклоняться полубогам – это, на самом деле, не истинная бхактия, не преданная. То есть служение должно быть направлено на Господа. Например, есть шакты. Те, кто поклоняется шакте. Те, кто поклоняется Шиве, их называют Шайбе. А те, кто поклоняется Шайбе, их называют Саура. А те, кто поклоняется Шиве – Шайбе. А те, кто поклоняется Суре – Саура. А те, кто поклоняется Вишней – Вишну, их называют Вашнавами. Вашнавами. Итак, пять панчаупасак. Шайбе. Шайбе. Шакте. А те, кто поклоняется Ганеши, их называют Ганапатта. Их называют Вашнавами. То есть природой души означает служение Вишно, дарма, природа души, это служение Бхагавану. Понимаете? Если вы не служите Бхагавану, то вы никогда не будете счастливы. Вы никогда не будете удовлетворены. Дживатма означает, это душа в чистом своем положении, в изначальном положении. Она не является преданной Шивы, Ганеши или Сури. Ну, с материальной точки зрения, человек может думать, я поклоняюсь тем или иным пол-богам. Но истинной природой души является Кришнар нитя-дас, это вечная слуга Кришны. Итак, Вишна и Кришна, это одно и то же, потому что у Господа, у Него множество имен. Так же, как огонь и искорка огня, они обладают одинаковой природой. Пророда огня означает «сжечь». И искорка вылетает из-за огня, и она тоже может сжечь. Например, если вы друг от друга камешки ударяете, вы увидите, что там искры летят. И эти искры тоже могут сжечь. Как это возможно? Например, если рядом находится, например, какое-нибудь вещество, которое возгорается, то эта искра подожжет его. Итак, в Бхагавадгите говорится, что джива – это вечная частичка Господа. Есть свамша и випинамша. Итак, все аватары Господа называются свамши. Свамша – аватары. Живые существа, которые дошли из джива-шакти, энергии Господа, их называют випинамши. Это отдельные такие, как экспансии. Итак, дживы – випинамши. Я только что сказала. То есть дживы – это випинамша. И какова природа випинамша-шакти служить Господу? Джива – вечная, и ее дхарма, ее природа также являются вечной. Итак, какова же чистая природа души? Она тоже вечная. Какая природа? Вечная природа души служить ищет за дэвилом. Поэтому вы должны пробудить свою душу. Пробудите свою душу. И пробудите премом. Проснитесь. Пробудите свою душу. Не нужно делать ничего более. Так же, как лев, он дремлет в пещере. Если вы хотите увидеть льва в устрачивающем виде, вы должны его пробудить. Потому что, когда он спит, вы должны каким-то образом вывести льва из пещеры, и тогда вы увидите его истинный облик. Итак, сварупа дхарма. Вечная природа души – это служить Господу. Но сейчас мы заключены в клетке этого материального тела. И наша душа, она пребывает в нем. Поэтому вы должны вытащить душу из этого тела. Это означает, что вы должны пробудить ее. Вы не слуги Майя. Вы слуги Бхагавана. Такова проповедь. В Апанишедах приводится шлок об этом. Проснитесь, проснитесь, пропутите свою душу. Их попробудить свою душу. В Калиюгу нет никакого иного пути. Только лишь наспевание Святого Имени. Попробуйте запомнить все это. Я буду завтра задавать вам вопросы. Какие вопросы? Что Джейва не является Шайбе. Слугой Шивы. Ой, поклоняющейся Шиве. Кто вы? Вы на самом деле все преданные Вишну. Поэтому вы должны пробудить эту свою истинную природу. Пробудите ее. Это Атма, которая спит внутри вас. Вы должны ее пробудить. И как это сделать? Ах пробудал только единственный путь. Харир нама, харир нама, харир нама. Харир нама. Харир нама. Харир нама. Настя, Настя, Настя. Настя, Настя. Катиранатаха. Только лишь воспевая святые имена. Только лишь благодаря святому имени душа может пробудиться. У вас должно быть чистый ум, очищенный ум и сердце. И только лишь так. С таким чистым умом вы сможете пробудить свою душу. Поведитель всего мира – это Кришна. Отец всего мира – это Кришна. Почему же? Вы смотритесь, как братья Джаганат и Ивена Гопал. Они не братья, а выглядят как братья. Почему люди поклоняются полубогам? Там я не договорила, Кришна – это Отец всего мира. Потом понял, зачем поклоняться кому-то другому? Итак, Раджуна спросил этот вопрос Бхагавадгиты. Почему люди этого мира поклоняются полубогам и полубогиням? Потому что у них очень много желаний. Вот почему. Человек не знает, что хорошо, что плохо. Поэтому они поклоняются различным полубогам. Поэтому люди обращаются к полубогам и богиням. Продолжение следует... Продолжение следует...